Завтра с 9 утра жители Каиркана останутся без горячей воды на целую неделю. Этот район первым выходит на финишную прямую подготовки к отопительному сезону. Там начнется традиционная промывка сетей перед подачей тепла в дома. Она продлится по плану до следующей пятницы, 28 августа. Более длительные, чем для других районов срок, необходимы за удаленность от ТЭЦ и большой протяженности труб, пояснили в Управлении городского хозяйства. А вот в центральном районе Талнахи и Аганере к аналогичным работам МУПКОС и управляющей компанией приступят в понедельник, 24 числа. Закончить должны также к будущей пятнице. Подать тепло в квартиры норильчан планируется 1 сентября. 8 норильских домов в преддверии отопительного сезона рискуют остаться без внимания коммунальных служб. Напомню, по решению суда компания объединения коммунальников номер один признана банкротом. Обязательства по обслуживанию 106 ее домов взяли на себя другие фирмы. К новым обязанностям они приступят с 1 сентября. Однако жильцы оставшихся 8 домов не приняли участие в голосовании. А значит, по-прежнему их должна будет обслуживать компания банкрот. С какими трудностями могут столкнуться норильчане, рассказали в управлении ЖКХ города. Алла Далматова с подробностями. 114 многоквартирных домов, 20,5 тысяч жителей. Некогда все они находились под крылом объединения коммунальников номер один. 1 сентября эта компания прекращает свою деятельность. Собственникам были предложены два варианта на выбор. В итоге жители 45 домов согласились перейти на обслуживание в муниципальную компанию город. Население еще 61 дома проголосовало за переход в частный нордсервис. А вот в 8 оставшихся домах голосование не состоялось. Бесхозными рискуют остаться следующие адреса. Бегичево 3, 21 и 33, Катульского 10 и 21, Абженикидзе 1б и 11, а также Нансена 102. У городского управления ЖКХ есть все основания сомневаться, что жители этих домов смогут в сентября получать полноценные услуги по уборке дворов, подъездов, вывозу мусора. Но больше всего вопросов вызывает отопительный сезон. Хотя, конечно, к 1 сентября, пока компания объединения коммунальников еще работает, она обязана дать тепло во все дома. Но риски все же есть. Как из опыта знаем, что 1 сентября тепло придет не в каждую квартиру. Где-то окажутся завоздушенные стояки и устраняют эту причину реальные люди, сантехники, которых на 1 сентября в штате объединения коммунальников уже может не быть. И так действительно может случиться. Тем более, что те компании, которые взялись обслуживать дома фирмы Ванкрота, очень нуждаются в работниках. Сейчас только начинается процесс их увольнения и приема на новую работу с прежними обязанностями и даже в основном с прежними адресами обслуживания. Нордсервис готов забрать порядка 60 человек из 142. В компании «Город» 90 вакансий. Аварийно-технический отдел мы готовы забрать в полном составе к себе. Мы готовы забрать абсолютно всех, что касается рабочего персонала. Нам нужны люди. Более того, нам даже того количества штата, которые готовы перейти к нам, не хватает на количество вакансий. Время на решение проблемы еще есть. Собственникам необходимо инициировать собрание, где должны проголосовать не менее 51% владельцев квартир. Нордсервис и Управление жилищно-коммунального хозяйства города сообщили, что готовы проконсультировать норильчан и помочь им провести необходимые процедуры. А в случае, если голосование не состоится, назначение другой обслуживающей компании может занять несколько месяцев. И все это время со дворов некому будет даже вывозить мусор и снег. И спросить будет не с кого. Алла Долматова и Андрей Полебезьев. Вести. Норильск. Больше 100 миллионов рублей задолжали работодатели своим работникам. Такова статистика по Красноярскому краю на сегодня. И по сравнению с августом 2014-го цифра стала существенно больше. В полтора раза. При этом львиная доля долгов копится еще с позапрошлого года и ранее. Четверть с прошлого года. Напомню, что в случае задержки заработной платы сотрудники предприятий и организации могут обращаться напрямую в суд или прокуратуру, а также в Государственную инспекцию по труду. Одна из основных задач последней – защита прав работников. Правда, в Норильске ее структурное подразделение ликвидировано, так что звонить и писать придется в Красноярск. В центральном районе Норильска наконец появится специальная площадка для выгула и дрессировки собак. В районе улицы 50 лет октября, недалеко от Дамбы. Подрядчик уже приступил к работам. Раньше подобная площадка здесь уже была, но самодельная, организованная местным клубом. Теперь за дело взялся муниципалитет. Работы планируют завершить до конца августа. Здесь будет оборудование для дрессировки собак. Там булки, всякие ступеньки, тройные заборы. И будут здесь проводиться, наверное, тренировки собак и просто выгула для собачек. Выбор площадки был. То есть сбоку, да, болото, как вы видите, там с одной стороны, со второй стороны озера. А здесь место, ну, единственное, где можно было ее установить, именно на этой пятачке, то здесь, ну, как бы скальный грунт. Такие площадки уже оборудованы в Талнахе и Каиркане, а в скором времени начнется строительство еще одной на улице Хантайской. Территория будет огорожена и оснащена всем необходимым. На благоустройство двух площадок в Центральном районе выделено 2 миллиона 400 тысяч рублей. А к другим темам. Две недели в Таймырской тундре искали пропавшего рыбака. 36-летний житель поселка Катырык пропал еще в первых числах августа. Он отправился на квадроцикли на рыбалку из промысловой точки Кривая на озеро Матуда. Сообщение о его исчезновении поступило 7 числа. Поначалу поиски вели сами местные жители, затем подключилась полиция. Следственная оперативная группа выехала на место происшествия 10 числа по погодным условиям. Был шторм на реке Хадунга. Было проведен осмотр последнего местонахождения в месте пропавшего. Опрошены родственники, знакомые, которые могут пояснить что-либо о случившемся. Поначалу поиски шли только на земле, а несколько дней назад тундру стали осматривать и с воздуха. По счастью, пропавший нашелся живым и здоровым. Впрочем, спасатели призывают норильчан и жителей Таймыра не рисковать, не отправляться в тундру в одиночку. Ведь еще пятерых пропавших за это лето туристов не могут найти до сих пор. Для норильских школьников закончилась летняя здоровительная кампания. Последняя группа отдыхающих вернулась в Заполярье и спортивных лагерей. Ребята отдыхали и тренировались в Калужской и Московской областях, а также на юге Красноярского края. Всего городское управление по спорту и туризму в этом году помогло организовать летний отдых для 390 юных норильчан, в том числе для 32 ребят из малообеспеченных семей. Из городского и краевого бюджетов на оздоровительную кампанию было затрачено более 5 миллионов рублей, то есть в среднем по 13 300 рублей на каждого спортсмена. Акция «Помоги пойти учиться» продолжается. Сотрудники отделены по делам несовершеннолетних. Центр внешкольной работы, Центр семьи и других организаций совершили первый в этом году совместный рейд по квартирам. В центре внимания оказались несколько семей. Кстати, гости нагрянули не только с проверкой, но и с подарками. Подробности в сюжете Маргариты Батыченковой. Подобные рейды в рамках акции «Помоги пойти учиться» проходят ежегодно. В списке на сегодня несколько адресов. Это те семьи, которые либо состоят на учете во всех так называемых учреждениях системы профилактики как неблагополучные, либо находятся в трудной жизненной ситуации. Посещают даже тех родителей, чьи дети имеют пропуски в школе. Задача участников рейда вполне определенная – проверить готовность ребенка к школе. Обращают внимание и на другие факторы. Прежде всего, во-первых, состояние родителей, да, будем с этого начинать. Состояние родителей вообще полностью, жилищно-бытовые условия смотрим. И плюс, естественно, спрашиваем, готовы ли они, если есть первоклассники, к новому учебному году, какие принадлежности есть, приобрели ли они школьную форму. Даже если у семьи по каким-то причинам нет необходимых принадлежностей, соцработники приходят с подарками. Вот в таком наборе – тетради, альбомы, цветная бумага, ручки и другие необходимые в повседневной школьной жизни предметы. Подарки дети принимают с улыбкой. И, как правило, такие рейды проходят спокойно и без инцидентов. Но даже если и возникнут трудности или подозрения, у соцработников отлажена система взаимодействия со всеми службами. Взаимодействие со всеми службами, профилактики несовершеннолетних, правоношения несовершеннолетних. А каким образом это происходит? Телефонный режим, можем сразу непосредственно обратиться в полицию. Взаимодействие, вся информация передается и в писанном виде, и в личном ВКонтакте. То есть, в любой способ. Сегодняшний рейд завершился вполне благополучно, но это не последний шаг в рамках акции. До начала октября все семьи, состоящие на учете, останутся под пристальным контролем. Соцработники будут оказывать помощь как подобными подарками, так и консультациями. Маргарита Батыченкова, Андрей Анфалов, Вестих, Норильск. Помощь не проходит даром. Семену Рудакову, трехлетнему жителю Дудинки, сыну нашей коллеги из ГТРК Таймыр, становится лучше. Напомню, сейчас мальчик в израильской клинике проходит курс лечения от сложного онкологического заболевания. Несмотря на улучшение основных показателей, от химиотерапии сильно пострадал иммунитет ребенка. Семену запретили снимать маску, посещать общественные места, есть сырые продукты. Дальнейшая судьба ребенка по-прежнему напрямую зависит от благотворителей. Клиникой выставлен счет на 150 тысяч долларов. На счет сегодня внесены 37 тысяч. Приостановить лечение невозможно, а время поджимает. С подробностями Алена Овсянко. Мама маленького Семена пока не рассказывает ценишке о его смертельно опасном диагнозе. Но трехлетний малыш будто чувствуя, что опасность рядом, не выпускают саблю из рук даже на процедурах. Сегодня главный враг мальчика – острый лифобластный лейкоз. Семушка под чутким руководством израильских врачей борется за свою жизнь. Я мечтаю, чтобы я выгодил и оказался огромным. На полный курс лечения по предварительным прогнозам медиков Семи необходимы лекарства стоимостью 100-150 тысяч долларов. Но пока собрано лишь 40 тысяч. Препараты здесь стоят очень дорого. Например, сегодня Сема получал препарат химиотерапии. Химиотерапию астерогеназа называется. Его стоимость – 1700 долларов. Ну вот примерно такой порядок цен на препараты, которые помогают ему выздороветь. Вопреки диагнозу, Сема строит планы на будущее. Свои мечты рисует на бумаге. Здесь вся семья – мама с папой, он сам, и две любимые сестренки-близняшки – Вероника и Марина. Если деньги на лечение будут собраны, то только через год Семушка приедет домой. Я очень скучаю по Семе и по маме тоже. Без них вообще непривычно жить. Я хочу, чтобы они поскорее приехали, и чтобы Сема больше не заболевал этой болезнью. Благодаря волонтерской поддержке сбор средств на Таймыре не прекращается ни на один день. Вот такие плакаты с трагичной историей маленького северянина и номерами банковских счетов сегодня можно увидеть в каждом подъезде и каждом магазине Заполярной столицы. На крик о помощи откликнулись трудовые коллективы города, индивидуальные предприниматели и просто неравнодушные люди. Доброта, отзывчивость, сострадание стали фундаментом, который сплотил людей. Спасибо, что меня вставили в беде нашего малыша. Когда-нибудь потом, когда все будет нормально, мы ему обязательно расскажем, как все это будет. Жизнь этого маленького человечка, жизнь которого только начинается, она в наших руках и в наших сердцах. Таймырцы сегодня поддерживают маленького Сему и морально, отправляя добрые послания с пожеланиями скорейшего выздоровления. Сема, мы с тобой! Это тот самый случай, когда важно, чтобы трехлетнего Семена увидели как можно больше неравнодушных телезрителей. Приостановить лечение невозможно, а время между тем поджимает. Информацию, куда можно перечислить деньги на лечение Семы, можно найти на сайте www.spasemdefissemu.ru Восстание машин. Музей с таким названием открылся в Усть-Мане под Красноярском. Его экспонаты-роботы словно позаимствованы из фантастических фильмов. Умелец собрал их буквально из груды металла. Помещение музея совсем скромное, а вот обитатели иногда даже пугающие. Технические монстры, динозавры, механические страусы – все это за четыре года собрал один человек. Машина была ударена в бочину, сломана пополам так, что пассажирское сидение смятое до водительского было. Из смятого сидения раскромса, раскромса, тык-тык-тык. Начал получаться ангел, аж мурашки по коже. Сидение, если бы кто-нибудь на нем сидел, не выжил бы человек. Есть и вовсе безобидные на вид миньоны из кислородных баллонов и огнетушителей. Сергей много лет проработал в автосервисе и сейчас использует запчасти от автомобилей, которые устали ездить по нашим дорогам. Началом коллекции послужил вот этот 300-килограммовый робот. Автор создавал его в течение года и назвал ласкового самураша. Под управлением оператора, то есть меня, он может делать простые движения. Этот стальной парень здорово смахивает на терминатора и привлекает внимание проезжающих мимо машин. Музей стоит прямо у федеральной трассы М-54. Как раз сегодня музей и открылся. Экспозиция брутальная, поэтому перерезают не ленточку, а цепь. Сейчас создатели музея ищут спонсоров, чтобы расширить коллекцию. Рады будут и простому автохламу. А 3,5 тонны экспонатов ждут посетителей. Владимир Жаринов, Александр Шастин, Вести, Красноярск. 21 августа в Норильске переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3. Днём плюс 7, плюс 9 градусов.